Всем привет! Меня зовут Коляда Ольга, и я проходила марафон женственности в начале 2017 года. И хотела бы оставить свой отзыв. Во-первых, почему я туда пошла? У меня двое маленьких детей, муж, я уже несколько лет, скажем так, занимаюсь хозяйством, не хожу на работу. И мне хотелось, во-первых, немножко разнообразить свою жизнь. И, во-вторых, хотелось разобраться с какими-то такими проблемами, повторяющимися в взаимоотношениях с детьми, с мужем, которые меня беспокоили. Какая у меня была цель на марафон? Изначально я хотела все успеть. Я хотела успеть и заботиться, и заниматься с детьми, и заботиться о себе, и заботиться о мужа, о хозяйстве, и заниматься какими-то своими бизнес-проектами, своими какими-то сайтами, делами. В общем, цель у меня была такая. Все успеть. И была вера, что это возможно, и что марафон мне в этом поможет. Но когда я начала делать задания, когда я начала вести вот этот дневник каждый день, то мои приоритеты, они очень быстро поменялись. Буквально через неделю, дней 10 я поняла, что мне уже не важно все успеть. Мне важно, чтобы я была в хорошем настроении, чтобы я была в таком состоянии, когда я могу давать что-то эмоциональное, эмоциональное тепло и внимание своим детям, своему мужу. И в том числе заниматься какими-то своими еще любимыми делами с любовью и с силами на это. Потому что, ну вот я сейчас приведу пример. Сегодня, к примеру, я проснулась с утра, старшая дочь ей 4 года, она капризничала. То есть я просыпаю глаза, она уже ревет, и потом она какое-то время плакала. У меня уже все внутри, вот такой вот мандраж. Вот, и муж ушел на работу, я осталась с двумя детьми. Вторая дочка, ей 2,5 года, она тут же заразилась настроением и тоже начала охныкать. И вот они две такие капризули. И все, у меня все уже внутри разрывается просто. И я думаю, что же делать? Ну, если бы я действовала так, как я привыкла раньше делать, я бы все делала по плану. Так, у нас по плану, что мы просыпаемся, там кушаем, допустим, чуть-чуть поиграли дома. И идем на прогулку, да, план такой обычный. Вот, а сейчас я понимаю, что если я поведу детей в таком состоянии, ну, как бы, я уже расстроена, дети капризничают. И если они на улице продолжатся так все, а обычно оно так и бывало, ну, то есть на улице они отвлекаются, а когда уходить домой, то это все, все по-новой. Вот, я поняла, что я этого не переживу просто, и что всем будет плохо. Вот, и, значит, я послушала себя, свое сердце, свои эмоции, и пришла к выводу, что лучше я сейчас поставлю детям мультик, лучше я сейчас пойду в ванную, помоюсь, сделаю себе педикюр, поухаживаю своими ножками, помажу их кремом. Ну, собственно, я так и сделала. Вот, и я поставила им видео, предупредила их, попросила, чтобы они ко мне не ломились в ванну, потому что такое тоже возможно. Вот, и после этого пошла мыться. Ну, конечно, они мне не дали помыться прям столько, сколько я хочу, но, тем не менее, за 15 минут пребывания там в ванной я подрасслабилась, и мое душевное состояние, оно стало намного более уравновешенным, и мне стало как-то легче жить. Вот, и когда я вышла из ванной, у меня даже какой-то, вот, хотелось там с детьми пошутить, побаловать, побаловаться с ними. Вот, я тут же без проблем там начала их поить, кормить. Ну, и в хорошем настроении в итоге дети лили спать. Вот, и к чему я это все рассказываю? К тому, что, вот, когда у тебя есть семья и дети, то очень важно отслеживать вот внутреннее такое состояние свое. Ну, я, может быть, и раньше это знала, но теперь эти знания на парафоне у Ольги Валяевой, они систематизировались, вот, и как-то за вот эти два месяца это вошло в систему уже, что я больше прислушаюсь к себе, что я больше уделяю внимание каким-то своим внутренним переживаниям, я думаю, как мне себе помочь, вот, а когда счастлива мама, то счастлива и вся семья, собственно, вокруг. Вот, что-то я прям долго так рассказывала. Что еще на марафоне мне понравилось? А, я воспользовалась услугами куратора, вот, и мне это очень помогло, в том числе, не бросить марафон на половине пути, потому что вначале, когда начался марафон, я в первые дни поняла, о, господи, почему же он сейчас начался, у меня сейчас совершенно нет сил на это, нет желания, нет времени, вот, ну, я как-то переборола в первые дни вот эти свои мысли, и в том числе куратор, она поддерживала, она писала мне личные сообщения ВКонтакте, она писала комментарии под моими отчетами иногда, вот, и мы с ней даже в ВКонтакте, в личной переписке обсудили вот несколько очень важных для меня проблем, вещей, и как-то она мне помогла взглянуть на себя и свою ситуацию немножко с другого угла, и мне кажется, что за счет этого даже поменялись мои отношения вот с моей дочкой старшей, которая требует обычно очень много внимания к себе, вот. Вот, что еще мне дал марафон? Ну, исполнилось несколько моих заветных желаний, не все, конечно, но я написала в начале список желаний, вот, и я только записалась еще на марафон, еще даже не начался там марафон, я уже купила себе, ну, на этой волне, как бы, марафоны желаний, новые сережки, вот, они меня радуют прям, я сходила, вот, как бы, и порадовала себя, и они меня радуют уже не один месяц. Что еще? Я купила себе красивое нижнее белье красного цвета, у меня никогда не было красного белья, и вот я почему-то решила купить его, и оно меня тоже радует. Вот, что еще? А, я купила себе пару платьев, ну, они, правда, летние, вот, ну, в общем, ждем лета, чтобы начать их носить. Ну, а, и кроме этого, было еще такое задание написать свои хвосты или лягушки, ну, то есть те мелкие дела, или не мелкие, в кого как, которые уже долгое время не доделаны, которые вы хотите сделать, и за которые не беретесь. В общем, я написала список таких вот дел. Вот, не все, но часть из них я сделала. Мне стало легче, что этого груза уже нет, за плечами. В конце хочу просто подытожить немножко свой рассказ и свой отчет, и пожелать всем девушкам, всем мамам, всем бабушкам любить себя, прислушиваться к себе, исполнять свои желания, радовать себя, вот, находить какие-то маленькие радости в каждом дне, вот, и, ну, в этом просто поможет этот один из таких помощников марафон женственности от Ольги Валяевой. Я надеюсь, что мой отзыв был кому-то полезен, вот, если вам понравилось, ставьте лайки. Все, всем пока!